А что если бы вам дали возможность стирать воспоминания по желанию? Будь то ужасное расставание или трагическое жизненное событие, некоторые воспоминания преследуют нас всю оставшуюся жизнь. Но что если бы был способ все это забыть? В силах ли наука стирать плохие воспоминания? Память — невероятно сложный процесс. Если раньше ученые предполагали, что она будто картотека, и каждое воспоминание хранится в отдельной части мозга, то сейчас мы знаем, что это не так. На самом деле любое воспоминание задействует весь мозг. Если вы в итоге запомните это видео, то только потому, что клетки мозга активизировались и заработали, образовывая новые связи, буквально перепаивая его проводку. В этих изменениях частично задействованы белки головного мозга. А если бы их не было? Тогда не было бы и воспоминаний. Серьезно, ученые доказали это, давая животным препараты, прекращающие формирование этих белков. В результате животные не смогли вспомнить ничего из происходящего вскоре после принятия препарата. По сути, этот эксперимент позволил начать работу над чисткой долговременной памяти. Видите ли, каждый раз, когда вы что-то вспоминаете, вы снова и снова перепрошиваете свой мозг. В процессе любого воспоминания вы буквально физически вносите в мозг изменения. И воспоминания при этом немного трансформируются под влиянием ваших нынешних мыслей. Вспоминания — это акт творения и воображения, то есть чем больше мы думаем о былом, тем менее точны наши воспоминания. И ученые смогли замерить эти изменения. После 11 сентября опрос сотен людей зафиксировал их воспоминания об ужасном дне. Годом позже 37% упоминаемых деталей стали другими. К 2004 году изменились или совсем пропали почти 50% деталей. А раз воспоминания трансформируются постоянно, то с помощью препарата ингибитора белка, введенного точно в момент воспоминания, вы вполне можете его стереть. В качестве эксперимента ученые давали лабораторным крысам звуковой сигнал с последующим ударом тока. После некоторых повторов крысы быстро усвоили связь между звуком и током. В результате они напрягались и замирали, как только слышали звук. Месяцы спустя крысы реагировали на звук по-прежнему. Но если сначала вводился препарат, то они забывали о звуке и сохраняли спокойствие. Этот конкретный звук не откладывался в памяти. Чтобы выяснить, не результат ли это масштабного повреждения мозга, вызванного препаратом, ученые повторили эксперимент с двумя разными звуками. Оба были предвестниками удара током, и в итоге мыши боялись их. Но если вводился препарат и звучал лишь один сигнал, подопытные забывали только этот звук, в то же время опасаясь второго. Со временем ученые заметили, что определенные препараты влияют на конкретные белки в разных зонах мозга. Так что если воспоминания вызывают у вас жуткие эмоции, то работа с белком в зоне мозга, отвечающей за эмоции, может помочь устранить именно эту взаимосвязь. Что стало бы чудесным шансом для многих пациентов, особенно страдающих от посттравматического стрессового расстройства и подобных заболеваний. Но пока эти препараты на стадии разработки, и вопрос открыт. Если бы вам дали пилюлю забвения, вы бы приняли ее?